Здравствуйте дорогие зрители! Скорее всего вам уже знаком этот аквариум, в котором были проблемы с водой. Мы вместе с вами подключали его к сампу и я немного рассказывал о причинах возникновения подобного рода проблем. Если вы не видели первой части, то сейчас вверху экрана появится на нее ссылочка. Ну или после просмотра этого выпуска загляните в описание видео, я положу ссылочку и туда. Как выглядит этот аквариум спустя две недели после подключения сампа, вы увидите чуть дальше в видео. Не знаю как у вас, а у меня тут погодка разыгралась не на шутку. Метет метель, крепчают морозы. Так что я надеюсь кружка горячего чая у вас уже в руках. Усаживайтесь поудобнее и поехали, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья мои, сразу скажу, что застал Андрея врасплох и аквариум не готовился к съемкам видео. Заметно небольшая взвесь после кормления. Кстати, я пожалел во время монтажа, что мы покормили рыбку перед съемками. Да и небольшой налет на стенках присутствует. Это особенно заметно при крупных планах. Итак, аквариум достаточно свежий. Рыба здесь вся молодая. И как вы уже поняли, дней 10-15 назад к нему был подключен сам. А до этого весь резервуар обслуживался всего лишь двумя внутренними фильтрами сомнительной производительности. Что собственно и стало причиной плачевной ситуации, которую вы наблюдали в предыдущем выпуске. Изначально планировалась имитация черной воды реки Амазонка с песчаным дном и парочкой коряжек на дне. На время съемок нам пришлось добавить в аквариум освещение, а так по факту он наполовину затенен. Таким образом, что задней стенки вовсе не видно. Хочется сказать, что вживую картинка выглядит очень даже привлекательно. Особенный эффект выплывания рыбы из тени. Аквариум, как и все оборудование в нем, достаточно бюджетное. И на сегодняшний день он еще в процессе доработки. Еще не обшит металлокаркас, не доработана подача воды из сампа, со светом еще стоит поиграться, да и с наполнителями в сампе тоже. Плюс ко всему, там еще необходимо навести порядок с розетками, пообирать внутренние фильтра, поработать над течением. Короче, как вы поняли, дел еще не проворот. Практически все в этом аквариуме и он сам сделаны собственноручно. А на это, как вы понимаете, нужны не только свободные средства, но и время. Но речь в сегодняшнем выпуске отнюдь не о том, как собрать такой аквариум своими руками. И не о том, сколько все это стоит. Сегодняшним выпуском я хочу наглядно вам продемонстрировать разницу в состоянии аквариума до и после подключения сампа. Для того, чтобы люди, утверждающие, что самп это перебор, увидели своими глазами его работу. Показать, как эта вся система работает в запущенном состоянии и доказать, что даже самый крутой фильтр не справится с фильтрацией в 500 литрах с таким населением. Да и по цене вся эта система раза три дешевле, чем хороший внешний фильтр. Итак, по заявлению владельца, уже на второй день, проснувшись утром, он не узнал свой аквариум. До этого в нем недели две-три стояла непроглядная муть, стенки зарастали соплями буквально на второй день после уборки. И скажу я вам, у Андрея слегка опустил лес руки из-за всего этого. Но я настоял на том, что отчаиваться не стоит, помог ему соорудить систему фильтрации, и он собственноручно принялся за строительство сампа и его подключение. Я тоже принимал участие во всем этом, но скорее как консультант. Хотя нет, отверстие для труб сверлил таки я. Приехав к нему домой, я получил удовольствие от наблюдения за красивой рыбой, так как в прошлый мой визит ее попросту не было видно в аквариуме. Особенно порадовал один из астронавтосов. Он просто красавчик, и все время, пока я снимал аквариум, он позировал перед камерой, то расправляя плавники, то распуская жабра, тем самым демонстрируя свои прелести и, собственно, кто в доме хозяин. Кстати, относительно населения. Здесь живет три астронавтоса, два паку, два краснохвостых фрактоцефалуса, один парохромис моногуанский и еще какой-то там представитель малавийских цихлид, до которого пока что не добрались сами. Сразу предвижу комментарий относительно перенаселения. Да, друзья, оно здесь налицо. Мало того, с подрастанием рыба уже начала между собой конфликтовать, о чем свидетельствует потертый бок у одного из астронавтосов и разбитая губа у паку. Мы разговаривали с Андреем на эту тему, и из всего этого населения будет оставлено несколько самих ярких особей, а остальным он будет искать новое жилище. Хотя, если честно, то у него уже закрадываются мысли об увеличении объема. Знакомая ситуация, не правда ли? Ну вот мы и подобрались к сампу, системе подачи и сливу воды. Давайте рассмотрим все это дело более детально. Слив воды в самп организован с помощью перелива дюрсо. То, как он собирался, частично виден в этом видео, а более детально вы можете посмотреть на него по ссылке под этим видео. Лично я считаю перелив дюрсо самым лучшим решением для аквариума в домашних условиях. Еще раз хочу поставить акцент на именно домашних условиях. Он уступает по пропускной способности некоторым другим переливам. У него есть проблема с запуском при аварийной остановке системы. Да и его обслуживание не такое простое, как у аналогов. Но в домашних условиях именно дюрсо я бы назвал самым бесшумным переливом с возможностью тонкой настройки. Сейчас вы видите регулировку уровня воды с помощью крана Маевского. При открывании крана в трубу попадает воздух и уровень воды в шахте увеличивается. Соответственно, при полностью закрытом кране Маевского, дюрсо начинает активно подсасывать воду из аквариума. И для того, чтобы он не шумел, подсасывая воздух, нужно мощность потока поджимать краном внизу на трубе. Как видите, настройка дело достаточно небыстрое. И чтобы тонко настроить дюрсо первый раз, нужно набраться небольшого терпения. Так как регулируется он двумя кранами. На трубе и краном Маевского в заглушке. К примеру, труба 32 диаметра с легкой справится с подачей воды в 5-6 тонн в час. Так как эта система работает не как пассивный слив, а при правильной настройке подсасывает воду из переливной шахты. Для установки этого перелива я настоятельно рекомендую восстанавливать вторую трубу для аварийного слива. Потому что при отключении помпы дюрсо завоздушивается и при включении подачи воды изначально работает примерно на 30-40% от своей пропускной способности. А учитывая, что помпа будет все время качать воду из сампа, у нас может возникнуть проблема с опустошением камеры подачи воды из сампа. И помпа будет работать сухую, что конечно же не скажется положительно на самой помпе. Хорошо, если у вас помпа с автоматическим отключением, но, как показывает мой личный опыт, далеко не каждый может себе это позволить. Теперь относительно переливной шахты. Как видите, ее дно скошено под углом к низу. Это решение сделано для того, чтобы, во-первых, рыбка не травмировалась об острый угол шахты, а во-вторых, упрощается уборка мусора, так как не нужно шлангом лазить под трубами, а всего лишь пройтись им по скошенной плоскости. В этом аквариуме шахту можно было бы сделать и меньше, но, с другой стороны, это вы ее сейчас видите, потому что на нее Андрей сейчас подсвечивает прожектором. А так, она находится в тени и ее вовсе не видно. Даже вот такую скошенную шахту, не говоря о горизонтальном ее дне, желательно декорировать чем-то противоударным, к примеру, той же корягой, так как крупная рыба с легкостью травмируется ее острые уголи. Особенно ночью, когда активны сомы. В начале видео я говорил о том, что этот аквариум еще не доделан полностью. А так, по краю шахты я настоятельно рекомендую приклеивать гребенку, и желательно с карманом, для того, чтобы ее можно было снимать и для промывания. Гребенка очень полезна, так как предотвратит попадание крупных частиц корма в трубу, и тем самым вы избежите сбоя в работе переливной системы. Субтитры делал DimaTorzok Теперь относительно подачи воды из сампа. Тут все просто. Кто-то паяет или клеит трубу, кто-то использует гибкие шланги и насадки от внешнего фильтра. Как говорится, дело вкуса и сноровки. Но я хочу вам показать небольшой нюанс, с которым вы неизбежно столкнетесь. Дело в том, что для избежания шума воды, выход трубы нужно опускать сантиметром на 7, а то и 10 под воду. Это зависит от мощности помпы. Но при остановке помпы у вас из аквариума по этой же трубе сольется в сам столько воды, насколько эта труба будет погружена. Для избежания таких неприятностей в трубке нужно сделать отверстие на полсантиметра, а то и сантиметр ниже уровня воды. И при остановке помпы труба быстро завоздушится, и вы точно не зальете ковры, дорогие полы и соседей внизу. А вот и поджимной кран, о котором я говорил ранее. Как видите, в аквариуме работает помпа на 5000 литров в час. Сливается вода через одну трубу, и кран поджат почти наполовину. Ну и собственно сантиметром. Керамзит еще не утонул, пришлось его прижимать камнями. Кстати, если у вас будет всплывать керамзит, то это может притуплять течение воды в сампе, тем самым подымать ее уровень. Так что настоятельно советую, либо прокипятить керамзит до той степени, пока он не утонет, и дать ему отстояться и остыть вместе с той водой, в которой он кипятился. Либо прижать в сампе камнями. Как видите, друзья, никаких мудреных наполнителей и приспособлений. Все просто и бюджетно. На переливах установлены обогреватели и распылители. Это, как я уже говорил в видео о строительстве и расчетах сампа, поможет убрать из аквариума полностью все оборудование. Кстати, более детально о сампе вы можете посмотреть по ссылке, которая сейчас появится на экране. Или по ссылке внизу под видео. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Спустя пару месяцев я сниму этот аквариум уже в созревшем виде, для того, чтобы вы могли понаблюдать за ростом рыбки, как она окрасилась, да и вообще, аквариум очень хорош. Мне очень нравится его полумрак, не напрягает глаза и очень расслабляет такая картинка. Жаль, только камера при таком освещении начинает сильно фонить, так что нам пришлось добавить освещение и тем самым подпортить картинку в целом. Кстати, в аквариуме плавают два сома, и так как они растут до достаточно крупных размеров, Андрей меня попросил приютить одного из них в хорошие руки. Так что, если у вас есть желание завести себе такого питомца в аквариум, пишите об этом в комментариях. Андрей с вами свяжется и уже с ним договоритесь о транспортировке. Субтитры подогнал «Симон» На этом, друзья, хочу поблагодарить всех вас за то, что досмотрели это видео до конца, за то, что потратили свое свободное время на просмотр этого выпуска. Желаю всем вам добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!